Всем привет! С вами Алексей Чагай и это новый выпуск реального гунфу специально для канала Сергея Бадюка Физкуль. Сегодня, разбирая раздел базовой работы D-Bangoon, рассмотрим упражнение шпагат. Приступая к элементу шпагат, нам необходимо знать, что не нужно сразу рвать себя и стремиться сесть на него полностью, если у нас растяжка не очень хорошая. Делаем это постепенно. Садимся на одно колено, стараемся, чтобы задняя нога была полностью вытянута, пятка смотрела вверх. Пятку передней ноги ставим вперед. Две руки обязательно должны быть по бокам от ноги. И медленно начинаем продавливать пятку вперед, чтобы она скользила. Спину держим максимально прямой. Кто-то может вытянуться на пальцы. Подбородок тянем вперед. Постепенно, в соответствии с собственными возможностями, мы постепенно садимся ниже и ниже. Можно делать такие раскачивающие движения. И кто может позволить себе садиться. Пытаемся сделать типа, похожий на шпагат. И выкручиваться вот таким образом в поперечник. Это такой обман. Самообман. Когда мы не можем находиться ровно прямо телом вперед. Но зато мы сели. Это такая обманочка. Поэтому стараемся сидеть высоко, но тем самым честно. Опускаем, опускаем. Живот и поясницы, и плечи смотрят четко вперед. В сторону передней стопы. Ручки зафиксировались. В этом положении можно понаклоняться. Понаклоняться. Вспоминая все прошлые продавливания и доставание лбом до носка, здесь также можно сделать то же самое. Вот так вот. В прошлой серии мы познакомились с вами с традиционным внутренним стилем Ушу Си Ни Чуан. Сегодня познакомимся с его основным элементом. Основной элемент Си Ни Чуан это базовая позиция Сан Ти Ши. Сан Ти Ши переводится как позиция трех тел. Что такое три тела? Согласно даотской философии, три тела это небо, земля и человек. Более практически это нижний уровень тела, верхний уровень тела и средний уровень тела. Таким образом, практикуя данную позицию, мы как бы приводим в гармонию три этих составляющих нашего организма. Форма Сан Ти Ши берет начало от традиционного фехтования с большим копьем. Примерно выглядит это вот так. В то время как многие стили традиционного Ушу имели в запасе такие стойки, как кунгу, мабу, сюйбу. И все атакующие и защитные действия проводились именно с этих стоек. Направление традиционного Ушу Си Ни Чуань имел только одну позицию Сан Ти Ши. Это позиция, из которой можно было легко атаковать и уйти. Данная техника легла в основу кулачную. И все основные атакующие и защитные действия с техникой Си Ни Чуань кулачного спиля проводятся именно из этой стойки. А все остальные являются более второстепенными и, скорее всего, промежуточными. Сан Ти Ши является одновременно и боевой стойкой, и стойкой, входящей в технику. Таким образом, это выглядит. Есть варианты, когда делают более жестко, более показательный вариант. В момент практики рекомендуется стоять определенное длительное время в этой позиции, чтобы выстраивалось положение ног, положение рук, головы и корпуса. Каким образом это делается? Ставится задняя нога под 45 градусов. По линии края задней пятки мы ставим переднюю ногу. Позиция удобная. Шаг не очень большой, не очень маленький. То есть, если мы выкинем ногу на пятку вперед, у нас нога ляжет удобно. Таким образом. Вес распределяется 70 сзади, 30 спереди. Это основополагающее положение стоп. Позиция Сан Ти Ши. Как работают руки? Традиционно делается вдох. С выдохом. Таким образом мы настраиваем себя на то, что мы будем входить именно в тренировочный процесс. В центральной линии мы ведем кулак. Я делаю это примерно на уровне подбородка. Как учили в нашей школе. Есть варианты, когда делают более прямо и более агрессивно. Есть варианты, где используют кулак в виде глаз феникса и прочего. Мы делаем это обычно с кулаком. Вторая рука левая идет вдоль руки по внутренней линии. Ладошки разворачиваются. Все это время мы находимся в состоянии согнутых ног. Как только наша рука переходит в точку ху-ху, постигла это между большим и указательным пальцем, наша левая рука выходит вперед, правая опускается в область дань-тянь, нижней части живота. Таким образом мы выстаиваем в данной позиции определенное время. Начинаем с минуты 2, 3, 4, 5, ну кто-то стоит 10 минут. Чтобы перейти из одной позиции в другую, мы делаем аналогичный. Вытягивая руку к себе, поворачиваем стопу по 45 градусов, ведем вкручивающий, ввинчивающий кулак вперед, подтягиваем заднюю ногу. На начальном этапе можно ставить стопу на пол, но коленки должны обязательно закрыты быть. Ставим ногу вперед и выкручивая руки, по тому же самому принципу мы опускаем. Позиция сан-тий-ши это основа основ искусства синицы Ань. На ней строится вся базовая работа, вся работа с усилиями ударов и всех прочих техник. Таким образом, проработав ее до достаточного уровня, мы не воспринимаем всю остальную технику ударов, перемещений, защитных и атакующих действий, как что-то неизвестное для нас. Касаемо времени столбовой работы сан-тий-ши, существует мнение, что необходимо стоять очень длительный период времени, но я считаю, что лучше всего слушать свои ощущения. Необходимо чередовать. Можно стоять по минуте, по две, при этом делая переходы от одной стороны в другую длительный промежуток времени. Либо, если настроения, физические способности и возможности позволяют, мы можем стоять единоразово, но какое-то более длительно, от 5 до 10 минут на каждую сторону. Таким образом, будет прорабатываться разносторонность и ощущение в столбовой работе. С вами был Алексей Чагай, программа «Реальная гумфу». Больше информации на нашем канале CinemaCode ссылка в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok